Хорошая перспектива для высоких результатов. И вот еще один интересный поединок, та же весовая категория, до 85 килограммов, Александр Кириков против Антона Ермолина. Значит, Александр Кириков тоже неоднократно участвовал на наших соревнованиях. Он является представителем дзюдо, имеет первый разряд по дзюдо, представляет клуб РФК. Ермолин Антон, это дебютант наших соревнований, тоже перворазрядник, тоже представляет систему дзюдо. Он выступает за клуб Мэйи. Выход за спину, перевод боя в партер. Кириков переходит опять в защитное положение гарда. Вот видите, как интересно. Не хочет Антон переходить в партер, хочет бить из стойки. А Кириков сковывает его ногами и пытается защититься от его ударов. Проводит отличный удар снизу. Да, кстати говоря, интересный факт насчет Антона Ермолина. Он писал под ником Топор на одном интернет-форуме. И за несколько месяцев до этих соревнований он, в принципе, не профессиональный спортсмен, спортсмен-любитель. Он пообещал выйти на этот турнир. Может быть, многие не поверили, но он свое слово сдержал. Он здесь и посмотрим, что он покажет. Я думаю, человек может только вызывать уважение, которое пообещал и сделал. Конечно, конечно. Достаточный мужской поступок. Согласен с вами. Даже просто выйти, а уж победить это... Ну вот Антон Ермолин, видите, пытается плотный захват, пытается привести гильотину, но Кириков вырывается. Антон сразу пытается перейти на руку. Смотрите, то есть переход, интересные комбинации, переход с одного приема на другой. Видно, что человек понимает в борьбе и боролся. Такое достаточно интересное положение, да. Бой останавливается, спортсмены запутались друг в друге. И начинается со стойки. Да, еще, Дмитрий, а почему именно 5 минут? Почему 5, не 4, не 6? Ну, вы знаете, опять же, хочу вам напомнить. То есть, в основном все системы борьбы идут от 5-минутного времени. Ну, это время оптимально для того, чтобы полностью человеку реализовать себя в поединке, да. Не набрасываться друг на друга, как это происходит во многих системах единоборств, которых только 2 минуты. И за 2 минуты это должно полностью выложиться, да. Здесь есть момент для разведки, момент для того, чтобы понять, что из себя представляет спортсмен высший против себя, какой стиль, какой техникой он владеет. И 5 минут, я считаю, это оптимальное время для того, чтобы все это понять и найти противоядие к тем действиям, которые может вам предложить ваш партнер, то есть ваш противник, который вышел против вас на татаме и участвует с ними. Это, опять же, доказательство того, что панкратион это прежде всего борьба, потому что в борьбе 5 минут, а вот, например, в профессиональных поединках по К1, там 3 раунда по 3 минуты. Но все равно общее время больше. В профессиональном панкратионе, например, используется регламент, есть разные системы, версии панкратиона. В каких-то используется 3 5-минутных раунда, в каких-то используется 1 12-минутный раунд с последующим 3-минутным еще дополнением, если нету числи победы. То есть систем проведения смешанных поединков очень много, и панкратион одна из них. Единственное, на что хочу обратить внимание, что все-таки панкратион, он претендует на право называться одной из самых древних, известных человеческих систем проведения смешанных поединков. Еще в 648 году до нашей эры панкратион был включен в программу древних олимпийских игр. То есть еще в то далекое время люди занимались подобными поединками. То есть панкратион имеет очень... И, кстати говоря, Пифагор, известный математикой Пифагор, был именно чемпионом олимпийских игр по панкратиону. Вот опять же говорит о том, что люди, участвующие в панкратионе, они не замыкаются на каких-то одних спортивных или других. То есть они общегармонично развитой личностью. Это очень важно. И время показало, что короткий 5-минутный раунд, даже если взять профессиональный панкратион, профессиональный ММА, как сейчас называется, этот спорт, короткие 5-минутные раунды, это намного зрелищнее, интереснее для зрителей, чем, например, 1-12-минутный раунд. Согласен с вам, согласен. Потому что для людей, которые, для обывателей, которые как бы не вникают вообще в суть происходящего, для них важна очень динамика. Если люди упадут и будут лежать 5-10 минут, не приводя никаких действий, это смотреть неинтересно. А здесь же, например, вот по правилам этих соревнований рассчитано так, чтобы постоянно была динамика, чтобы спортсмены работали в стойке, значит в стойке, в партере, значит в партере. А также есть возможность отдохнуть, вот между раундами, бойцов, там 1-2 минуты, человек всегда может прийти, но это уже поединок по новой будет развиваться. Конечно, конечно. Если говорить о профессиональных боях с регламентов, в 2 раунда по 5 минут, в 3 раунда по 5 минут, то между раундами спортсмены отдыхают не менее 2 минут. За это время подготовленный спортсмен может восстановиться и найти себе силы, резервы организма для продолжения поединка и даже переломить до этого проигрываемый бой, победить и выйти победителем. Ну как думаете, Дмитрий, кто в этом поединке выиграл? Ну, вы видите, что спортсмены отдыхают, то есть мнения судей разошлись, бой был достаточно равным и никому не отдали предпочтение. Назначено дополнительное время по регламенту данных соревнований. Если результат боя ничейный, то дается 1 минута на отдых, именно вот здесь, и 2 минуты дополнительного времени. Спортсмены восстанавливаются, вот видите, представители Russian Full Contact клуба секундируют Кирикова, пытаются восстановить его перед продолжением этого интересного поединка. А если и за эти 2 минуты не определится победитель, то что такое? Здесь уже будет выноситься решение судей, то есть использоваться именно те моменты, по которым мы судим данные поединки, и выноситься решение. Ну вот спортсмены. Время перерыва закончилось, спортсмены возвращаются на центр, и бой возобновляется. Я хочу сказать, что это... Начинается с активных ударных действий, да, и бой переходит в партер. Ермолин, да, производит захват обеих ног, переводит бой в партер, зарабатывает 1 балл, продолжает контролировать своего партнера. Хотя борется Ермолин очень неплохо. В ударной технике, я думаю, у него нет какого-то преимущества, но в борьбе вот за счет, наверное, физической силы... Ну, знаете, мое чисто мнение по поводу этих двух спортсменов, самые большие пробелы у обоих, что при ударах ногами они опускают руки. Вот, если бы кто-то из этих спортсменов получше владел техникой бокса, я думаю, в этом поединке был бы нокаут. Мне тоже так кажется, но борьба, конечно, на высоте, что... Борьба неплохой, неплохой, достаточно средний уровень, да, то есть люди понимают, что делать на земле. Вот видите, запрещенное действие по правилам любительского панкратиона. Локтем в положении партер в голову бить нельзя. Локтями и коленями можно бить только в стойке. Профессионально панкратионе можно бить и локтями, и коленями в голову, в том числе и в партере. Начисляется штрафный балл, и бой продолжается. А не было идеи провести турнир по любительскому панкратиону, например, в ринге? Вы знаете, вообще, не зря многие системы, многие организации, культивирующие панкратион, смешные поединки, проводят бои не в ринге, а так называемом кое. Кое – это железная сетка, ограничивающая площадку, и за пределами этой площадки, спортсмены, видите, часто бывают выходы, да? Если бы дело происходило в кое, то этого не было. То есть именно замкнутое пространство позволяет вообще поединок проводить без остановок. Ринг немножечко все-таки подходит больше для ударных систем. Почему? Потому что, когда очень много борьбы в партере, спортсмены просто выпадают за пределы ринга сквозь канатами. И от этого тоже, во-первых, они могут получить травму, во-вторых, конечно, зрелищность поединка от этого уменьшается, когда постоянно рефери приходится вытаскивать спортсменов из канатов, запутавшихся в них. Вот, поэтому все-таки я считаю, что ринг – это больше все-таки прерогатива ударных систем воиноборств. Ну, хотя, например, тот же Pride или Affliction, который вот скоро пройдет второй турнир из этой серии, они именно в ринге. Ну, опять еще что хотел сказать. Конечно, некоторые… Вот сейчас давайте послушаем решение судей, кто победил в данном поединке. Семь минут продолжался поединок. Вот, по мнению судей, с минимальным преимуществом в этом поединке обижал победу Ермолин.